Добрый вечер! 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 Это угоны, опять же, это кражи вещей каких-то ценных, причем, я не сказала, но кражи у нас увеличились, значительно увеличилось количество краж. Ведется ли профилактические какие-то беседы в школах, может быть, лекции проводят среди подростков? Такая работа ведется? Да, такая работа проводится на постоянной основе. Мы проводим не только профилактические беседы в школах, также проводятся консультационные пункты, где дети приходят с родителями. Они могут задать любые вопросы, касающиеся их ответственности за совершение каких-то правонарушений. В эти дни приглашаются в школы сотрудники прокуратуры, судов, следственного управления. То есть все субъекты системы профилактики собираются и совместно мы разъясняем детям и их родителям последствия, которые могут произойти при совершении правонарушения преступлений. Какие-то конкретные примеры им рассказываете? Да, примеры конкретные рассказываем, но чтобы их не пугать, конечно, не такие серьезные. На другой стороне не пугать. На моей памяти лет 12 назад глава одной из управ города Москвы собрал самых-самых девиантных подростков на территории района, посадил их в автобус и привез в детскую колонию. Они провели там сутки, вернулись обратно и на территории района, по-моему, на 40% потом подростковая преступность снизилась, потому что ребята воочию увидели, куда они могут попасть через день, а может быть и через год. Да, такие меры профилактики мы тоже применяем и, соответственно, самых трудных подростков мы собираем и вывозим их в колонии для детей, для несовершеннолетних, чтобы они видели, что их может ожидать в будущем. Так же, как меры профилактики, мы каждый год в летний период проводим военно-спортивный лагерь, куда мы собираем своих подростков уже осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. И, соответственно, в течение определенного периода времени детей обучают какому-то военному искусству, то есть военные с ними занимаются, и дети, в принципе, справляются. Мы это видим, уже у нас третий год эта практика идет, и такие меры тоже мы принимаем. На протяжении двух лет я был на территории этого лагеря и два года подряд видел одного и того же мальчика. Вот с чем это связано? Он два года не мог перевоспитаться или ему понравилось в этом лагере? Да, ему очень понравилось. Ему понравилось, поэтому он изъявил желание поехать второй раз, и я думаю, что третий раз он тоже поедет, если, конечно, уже не вырастет, если не станет совершеннолетним. Почему эти лагеря проводятся именно для мальчиков? Получается, что среди девочек-подростков преступность подросткового не существует? Нет, преступность существует среди девочек, и, опять же, если брать статистику, в последнее время преступность именно среди девочек растет. Но этот лагерь, он военно-спортивный, и мы прекрасно понимаем, что для девочек не очень он подойдет, потому что, опять же, там определенные спортивные занятия, там сборка-разборка пистолета. То есть для девочек, если и продумывать, то это немного по-другому должно быть организовано. Но, с другой стороны, Елена Викторовна, вы уже носите форму и погоны? Да. Поэтому, наверное, стоит предусмотреть, потому что смешанный лагерь, он тоже, наверное, даст какие-то позитивные эмоции. Мы рассмотрим этот вопрос. Елена Викторовна, а существуют ли преступления в отношении уже несовершеннолетних, или эта категория относится, скорее всего, к странам Латинской Америки и США? Преступления в отношении несовершеннолетних, конечно, существуют. И по-прежнему их очень много. За предыдущий период, 2012 года, благодаря нашим усилиям, усилиям всех систем субъектов профилактики, нам также удалось значительно снизить данный вид преступления. То есть снижение преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, произошло на 37%. Можно отметить, что снизился такой вид преступления, как грабежи и разбой, это тяжкие преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. И если в 2011 году в отношении несовершеннолетних тех же грабежей было совершено 12, то в 2012 году было совершено лишь одно преступление данной категории. Также значительно снизились преступления против половой неприкосновенности подростков. Это такие преступления, как изнасилование, развратные действия, половое сношение с лицом, недостигшим 16-летнего возраста. Я, конечно, не могу сказать, что мы полностью искоренили эти преступления. Да, они есть, но их значительно стало меньше. Особое сейчас беспокойство у нас вызывают преступления, предусмотренные статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это доведение до самоубийства. Раньше у нас на практике таких статей практически не было. Но в этом году, в 2012, у нас уже было возбуждено три уголовных дела, предусмотренные статьей 110. То есть трое подростков, мальчиков у нас совершили суицид. И следственным комитетом были возбуждены уголовные дела доведения до самоубийства. Но это в разное время произошло? Да, это все произошло в разное время. Просто на слуху, когда мальчик с балкона выпал или сбросился, якобы накурившись курительных смесей. Да, но там возбудили 105-е убийство. А это другие случаи, и там никто не выбрасывался, это в основном суицид был через повешение. Все три случая. Елена Викторовна, есть ли в статистике вашей полицейской факты жестокого обращения с луберезскими детьми? Да, такие факты существуют. В 2012 году нам было зарегистрировано 4 данных факта. Как вы про них узнали? В основном об этих фактах мы узнаем или из школы, то есть когда дети приходят в синяках, избиты, школа незамедлительно нам сообщает, или от добрых соседей. Соответственно, что сами ни дети, ни родители никогда не пойдут и не скажут, что да, с нами жестоко обращаются, или мы жестоко обращаемся со своими детьми. Вся основная информация идет из учреждений образования, начиная с детских садов и заканчивая школами. Что грозит или уже пригрозило родителям, которые издевались над своими детьми? Данные родители привлекаются к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Детей мы обычно из таких семей изымаем и направляются материалы в суд для лишения родительских прав данных родителей. То есть в основном данные родители лишаются прав, и дети далее воспитываются в детских домах. Для родителей это больше условные сроки или настоящие реально уголовные? Нет, это условные сроки. Получается, что если в школе заметили, что подростка с синяк на руке, гематома на лице, то незамедлительно, даже не проверяя факт, нужно звонить на некий телефон доверия? Да, у нас существуют телефоны доверия. Это телефон, который существует при нашем управлении, и телефон, который работает при администрации Люберецкого муниципального района, который так и называется «Дети в беде». Информация, поступающая на данные телефоны, незамедлительно направляется нам. И мы сразу же выезжаем и оперативно проверяем указанные факты. Может быть, продиктуйте телефон нашим телезрителям? Да, конечно. Телефон доверия «Дети в беде» 8-495-503-20-80. Телефон при межмуниципальном управлении МВД России 8-495-554-84-74. Данные телефоны работают круглосуточно. Елена Викторовна, коли мы сегодня говорим про несовершеннолетних, новорожденные относятся к этой категории населения? Да, новорожденные относятся к этой категории, и тоже факты имеются, факты очень жестокие, в том числе это оставление новорожденных детей где-то на улице, то есть в беспомощном состоянии. Это специально? Да, это специально, само собой. Это такие факты. Мать рожает ребенка или рожает его на улице, или где-то в каких-то условиях, и выносит его, просто оставляя в какой-то одежде на морозе замерзать целенаправленно. Елена Викторовна, были громкие случаи в прошлом году, после которых на территории Люберевского роддома было решено открыть некие бэби-боксы. Ну, специальные кабиночки, дверь, она отапливается. Если вы решили ребенка подбросить, как в старое время, не на порог, открываешь кабинку, кладешь, закрывается. После открытия этих бэби-боксов новорожденных перестали находить? К сожалению, нет. Елена Викторовна, спасибо большое, что в гости к нам пришли. Я думаю, что вы будете у нас здесь регулярно приходить опять в нашу студию и рассказывать о том, что детская преступность, подростковая преступность опять снижается на 20% или на 37%. И к концу года вы скажете, что ни одного преступления на территории Люберевского района зарегистрировано не было. Я очень хочу в это верить. Мы будем стараться, чтобы именно так это и было. Оно так и будет. Уважаемые телезрители, все у нас будет хорошо.